И вот что будет в следующем, в 2014 году с золотом, с нами поделился Игорь Новгородцев. Цену золота всегда очень тяжело оценить. Есть пару интересных параметров, которые это немножко определяют. Один из параметров это стоимость добычи золота для его, так сказать, стоимости его самодобычи. Сколько оно должно стоить, чтобы компании, которые добывают золото, деньги не теряли. Это примерно в среднем где-то 1200-1250 долларов за унцию. То, что там примерно золото и стоит. И я думаю, что это пока краковременно будет немножко цены золота поддерживать. Самый большой отток из золота от инвесторов, которые держали, так сказать, эти золота через всякие ETF и через всякие фонды, они сейчас покупают акции. И это получился очень большой отток. Вторая, так сказать, причина, почему золото так сильно упало, это Индия. Индия традиционно покупала по культурным и по, так сказать, экономическим причинам, покупала много золота. Но из-за того, что в Индии у них очень был большой дефицит торговли, их государство наложило просто пошлину на золото, чтобы остановить отток денег из Индии и получение этого золота. Поэтому спрос с Индии упал. А в Китае он по-прежнему поддерживается, но не настолько сильный. И в Китае тоже экономика замедляется. Так что это тоже будет на золото влиять. Но я считаю, что где-то около 1200, оно пока по несколько месяцев, по крайней мере, наверное, на этой мерке золото все-таки простоит. Потому что если, так сказать, оно упадет намного сильно, то просто шахты начнут закрываться, которые добывают золото. Долговременно, конечно, я думаю, что золото будет падать, если не будет нового кризиса. Если посмотреть на тенденции, то оно обычно вот за всю историю десятилетиями подымается, а потом десятилетиями падает. И золото подымалось практически где-то с 2002 года непрерывно, так сказать, 11 лет. И, так сказать, весьма вероятно, что золото теперь будет 10 или 11 лет постепенно падать. Поэтому я не считаю, что золото – это долгосрочное хорошее вложение.